Приветствую всех, с вами Борис Маркелов и это последний ролик, который я запишу по спецоперации, которая проходит на Украине. Почему последний? Потому что на данный конкретный момент я понимаю, что все это бесполезно, бесполезно для Украины. Что хочу, какой итог подвести? Все те бизнесмены, инфобизнесмены, которые поддержали украинскую власть, фашистскую власть, которая развивалась там долгие годы. Ну, ребят, делайте выводы, то что российскому потребителю вы закрыты, то есть вы можете делать все, что угодно. Конечно, тем не менее, вот я услышал, что Артем Нестеренко сказал, я не буду проводить бизнес-тренинги, пока идет война. Ты вообще не будешь ничего больше проводить. Поверь мне, Артем Нестеренко, ты больше ничего не будешь проводить. По поводу всего того, что происходит сейчас в мире, могу сказать только одно. Победа за тем, у кого правда. А правда именно у тех людей, которые сейчас вычищают от погони, от насилия, от того американского засилия, то, что развивалось у нас после развала 1991 года. Поверьте, я знаю, о чем я говорю, потому что год моего рождения 77-й, и, ну, часть какого-то времени я зацепил. Я знаю, что такое там буханка хлеба за 16 копеек, булочка за 3 копейки, все это проходило. И проходил те моменты, когда я выходил также на рынок, продавал, печатал фотографии, продавал, еще там чем-то занимался. То есть я это все прошел. Я выбираю именно направление развития Российской Федерации, я выбираю направление IT-технологии, я выбираю направление MLM, индустрии. И о войне я больше ничего не скажу. Далее, на моих ресурсах, если закроют YouTube 14-го числа, 14-го марта, значит, внизу будут ссылки на мои ресурсы, то есть на мой канал Telegram, на мой ВК, на мой Яндекс.Дзен. Ну, что там в российской, на российской территории не будет закрыто. Facebook, Instagram, они уже не работают. Twitter, они уже не работают. И маловероятно, что они вернутся именно в российский, в российскую вот эту оболочку. И, скорее всего, мы их больше никогда не увидим. Да и не очень-то хотелось. Instagram я не особо развивал. Facebook я уже давно не пользовался, а Twitter тем более и подавно. Поэтому те, кто хотят быть в курсе новостей, те, кто реально хотят зарабатывать деньги в интернете, не бегать по каким-то проектишкам и терять свои деньги, а именно зарабатывать в интернете. Тем более я слышал, что где-то какие-то американские компании, поверьте, все враги, которые против России сейчас восстали, скорее все эти ресурсы будут заблокированы. По поводу доллара, тут 50 на 50, но даже не 50 на 50, а 70 на 30. То, что доллар, скорее всего, упадет до минимальных уровней, об этом говорит вся обстановка. То есть, все я мониторил в течение вот этих всех дней. И я понимаю, что большая часть мира сплотилась против американской валюты. Поэтому имейте в виду те, кто в России, те, кто занимается бизнесом в иностранных валютах. Имейте в виду у нас рублевая зона. И если все-таки получится так, что Америку заблокируют. Ребят, сейчас принят закон, что валюта, она будет ходить. Но если валюта к вам будет приходить на ваши счета с непонятных счетов, имейте в виду, вам придется объясняться перед Следственным комитетом и всеми остальными органами. А мы остаемся на территории России. Мы развиваем только реальный бизнес. И мы за Россию. И поднятие российской экономики. И в общем, в целом. Скоро выйдем на рынки Китая. Скоро выйдем на рынки Индии. И всех остальных других стран. Россия вперед. Время созидать. Всем привет.